Мамы разные нужны, мамы всякие важны. И сегодня в детской школе искусств собрались самые разные мамы, ведь это их праздник. Многие пришли сюда самым ценным в своей жизни с детьми. В фойе школы для ребят устроили мастер-классы, на которых они могли изготовить своими руками подарок для мамы. Пока рукодельничали, подбирали для мамочек самые теплые слова. Моя мама самая лучшая, она очень добрая и всегда мне помогает. Она меня сильно не ругает, если у меня что-то произошло в школе или где-то, а она сразу мне говорит, что делать и помогает. Красивая, добрая, милая. Ты на нее похожа? Ну, немного. Больше на папу. А чем бы ты хотела на маму быть похожа? Характером. Она добрая, как бы хорошая, помогает всегда. Чем ты хочешь быть на нее похожей? Ну, тем, что она хозяйственная, трудолюбивая. В этот день даже серьезные мужчины и те признавались – мама в их жизни – самый дорогой человек. Нельзя забывать о наших матерях, нужно чаще их вспоминать, звонить, поддерживать, потому что она там, наверное, где-то каждая старушка сидит и ждет. И думает – да, мой где-то ребенок. Вот позвонила, и она, наверное, радуется и вспоминает это до следующего звонка. У Анастасии Самошиной двое малышей. Ее материнский стаж всего 4,5 года. Но это довольно короткое время перевернуло всю ее жизнь. На 3,6 градусов. Все замечательно. Я даже не знала, что можно так любить людей, любить человека такого маленького. Еще одна героиня праздника – Юлия Остроумова, мама трехлетнего Саши, призналась – материнство для женщины – самое важное дело жизни. Все центры вселенной поменялись у меня. Вот теперь один у меня только стал. Это же самое счастье большое в жизни. На праздничном концерте собралось так много мам, что в зале не было свободных мест. Глава муниципалитета Валерий Венцель поздравил с этим событием женщин, у многих из которых трое и больше детей. Я в первую очередь хотел бы вам сказать спасибо всем тем, у кого много детей. От трех как минимум. Давайте поаплодируем вместе. Я понимаю, насколько сложно отдавать всю себя для того, чтобы вырастить маленького ребенка, чтобы он потом помогал тебе. Это требует очень много самоотдачи. Это требует большого внимания. Это нужно забыть о себе. Но современным мамам удается все, в том числе и оставаться красивыми. В последние годы женщины снова хотят иметь большие семьи, успевая совмещать материнство и работу. Государство и, в частности, муниципальная администрация всячески поддерживают многодетные семьи. Так, в нынешнем году порядка двух тысяч семей получили помощь. По поручению председателя Совета депутатов Ленинского района Станислава Николаевича Радченко и всего депутатского корпуса, я искренне поздравляю вас с этой замечательной и прекрасной датой. Много слов благодарности звучало в этот вечер со сцены. И все творческие номера тоже были посвящены героиням праздника. Одну из композиций исполнили вместе три мамы и их дети. Совместное творчество – важная составляющая воспитания. Это торжественное мероприятие состоялось накануне любимого всеми праздника. Ну а 24 ноября не забудьте поздравить ту единственную, которая дала вам жизнь – свою маму. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.